Ядовитое блюдо брюссельской кухни. Ядовитое блюдо брюссельской кухни. De Telegrove. Нидерланды. L. De Winter. Реа новости Макс Левин в Брюсселе Европад и готовит ядовитое блюдо. Что значит слово Европод? Спросите вы. В этом слове можно расслышать термин патология или же подход к лечению заболеваний. По-нидерландски. ZEGT PATRUN. Если мы хотим охарактеризовать технократов из Брюсселя, то подобный термин лучше отражает действительность, чем более благозвучный еврофил. Нет, речь идет о некой навязчивой идее, которая распространяется, опережая логику и не обращая внимания на объективные факты. Из европейского континента должно было быть выковано монументальное, могучее, социально справедливое и единое целое. Для этого историю и культуру всех этих народов следовало ужать до размеров, устраивающих европатов. Исключительно провидцы из ЕС были способны предотвратить новую войну в Европе. Исключительно мыслители из ЕС могли обеспечить небывалое благосостояние. Так европаты приготовили украинское блюдо. Ведь на кухне им кажется, что можно добавить еще чего-нибудь. Брюсселю было мало того, что на тарелке, приготовленной для жителей Северной Европы, уже лежали колоссальные проблемы Южной и Восточной Европы. К ним нужно было добавить еще и Украину. Поэтому украинцам подарили надежду на то, что им достанется богатое блюдо от ЕС. Украина тоже сможет стать такой же свободной и благополучной, как Германия, кричали европаты. Идите к нам, жители северных стран за это заплатят. А то, что у Украины своя культура, что Украина граничит с Россией, все это факты не столь важные в сравнении с идеей европатов, что у ЕС нет границ кроме тех, которые способны вообразить сами европаты. Жадность. У России тоже есть свои истории и культура. И сама мысль о том, что Украина станет частью ЕС и, возможно, НАТО, для России неприемлема. Кто бы не размахивал скипетром в Кремле, он выступил бы против подобных планов. Это суровые и беспощадные факты. На них закрывали глаза, когда вожделенный взгляд европатов падал на Украину. Что такое история? Что такое потрясение для России в сравнении с доминированием Запада? Путин. Он – всего лишь мочоневежда, которому мы преподадим урок. На Брюсселе лежит значительная доля вины за развязывание гражданской войны на Украине. А безответственные, жадные до власти европаты продолжают спокойно расхаживать на свободе. Никто из них не понес наказание, в то время как люди гибнут за призрачную иллюзию. Ведь европаты предложили Украине нечто, что ЕС не в силах осуществить. Сам ЕС – это иллюзия, поддерживаемая группой технократов и чиновников, которым удалось частично отстранить отдел национальный парламент и стран-членов ЕС и, не опираясь на поддержку большинства народов Европы, установить собственные правила игры и законы. Легитимность ЕС ждется не на воле народов. То, что итоги референдума в Нидерландах сумели обойти, до сих пор является одними из самых больших скандалов для нынешней политической элиты, но на воле технократов. Европейская революция – это проект политиков, а не граждан. И в мире европатов немыслимо, я столкнулся с этим лично, ставит под вопрос направления и содержания европейского проекта. Ты сразу становишься еврофобом, термин, который, как мне кажется, не требует пояснений. Еретику, осмелившемуся выступить с критикой, грозит смертная казнь, почти как в исламе. Другое ядовитое блюдо было подано грекам. Евро – чудовище, но его обязательно нужно было добавить, вне зависимости от последствий. Элите нужна была иллюзия и единство. Его, на самом деле, не было, но они думали, что единая валюта могла бы создать нечто на него похожее. Экономические и финансовые интересы посчитали менее весомыми в сравнении с политическими, с прочностью позиций элиты ЭС. Секта Европейский проект – это вера. О фактах уже давно позабыли. То, что мы видим, является собой секту, которая прибрала к рукам процессы принятия большинства политических решений. Вечный мир в Европе. Брюссель сам разбудил русского медведя. Вечное благосостояние. Печатный станок евро запущен, и он делает нас только беднее. Но не ждите, что элиты сильно усомнятся в том, какие риски повлекут за собой их решения. Кто должен сказать, нам не следовало так далеко заходить в отношениях с Киевом, мы не понимаем, что представляет собой Украина, и мы понятия не имеем о том, как распоряжаются полученными кредитами эти южане, жизненная креда которых, о том, что нужно делать, мы подумаем завтра. Сегодня, 11 февраля, в Минске пройдут переговоры. Их целью будет достижение мира. Вы должны хорошо усвоить, на Украине идет война между ЕС и Москвой, но чужими руками. Для этого там были созданы те фигуры, которые предупреждали, что начнется война, если ЕС не будет заботиться о нашем существовании. Нет, в Европе не будет масштабной войны. Ведь у нас нет европейской армии и солдат, которые готовы умирать за Киев. К счастью, достаточно уже и того, что европаты уготовили для Украины, Греции и нас самих, ядовитые блюда от брюссельской кухни. Оригинал публикации Опубликовано 11 февраля 2015 года 10-16.